Всем привет, друзья! Меня зовут Аида и сегодня на моем канале, посвященном вязанию и окрашиванию пряжи, видео о готовых работах и процессах марта этого года, 20-го. И процессов у меня немножко больше, чем готовых работ. Все это, конечно же, связано с совместным проектом, который начался 9 марта и закончится 9 мая, который называется 10 стартов без запасов. Если вы еще не видели видео из этой серии, они все собраны, те, которые уже вышли, и будущие видео, конечно же, будут к ним добавляться, они все собраны в плейлист, который так и называется 10 стартов без запасов. Проходите, если вы еще не видели. И смысл этого совместного проекта в том, что мы, участницы, каждая начинает 10 проектов из пряжи из своих запасов, не докупая, не покупая новую пряжу. Смысл этого мероприятия для меня лично в том, чтобы не ограничивать себя, как обычно бывает, если что-то приходит, какая-то идея в голову, хочется что-то сделать, и ты себя бьешь по рукам. Нет-нет-нет, давай сначала ты закончишь свои предыдущие процессы, вот ты это довялишь, тогда ты только начнешь что-то новое. Вот я решила спустить себя с поводка и как следует разогнаться, наплодить процессы. Вот, и хочу я начать с первой готовой работы этого проекта. А первая ли она? Да, она была первая готовая работа. И это мой беретик, вот такой, назвала я его My First по названию пряжи. Вот эта вот пряжа секционного окрашивания, она была окрашена, но еще в прошлом году, это была моя первая пряжа, которую я покрасила сама секционно по видео в YouTube, который я нашла по мастер-классам, и это тот результат, которого я... То есть, я получила именно то, что я планировала получить, это был My First, мой первый опыт, когда такое случилось. Вот, дальше, конечно, уже начал появляться опыт, и уже немножко чаще происходит то, что задумала, случается то, что задумала. Вот, такой беретик, давайте я вам померю его, не хотела мерить, но вот померю все-таки. Так, и здесь две пряжи смешаны, не могу найти зад. Надо, надо же сделать бирочки! У меня же есть специальный штампик для бирочек, и я так и не добралась до него. Вот, такой вот беретик, такой весенний аксессуар, но для меня он, конечно же, будет зимним, потому что живой я в Техасе, у нас зимы, как таковой, не бывает, снег у нас выпадает на полчаса раз в три года. Вот, такой там у меня помпошек. И пряжа, которая использована, вторая, она тоже покрашена вручную, покрашена случайно. Мне нужно было использовать пряжу, которую я использовала для покраски другой пряжи, краску я использовала. И я ее все не использовала, чтобы не выбрасывать, не выливать в канализацию эту краску. Я покрасила вот 50 грамм вот этой вот пряжи. Пряжа та же самая, тот же самый поставщик. Это стопроцентный супервош меринос, 200 метров на 100 грамм. Вязала я на спицах 3,5. Уже говорила, что я вот, вот я все записала, все прямо вот по рядам, что нужно вот так, вот ряд такой-то, делаем тот, ряд такой-то, делаем тот. И давайте сделаю я описание на этот беретик, потому что он мне ужасно нравится. Но, во-первых, я полдня искала этот блокнотик, куда я все это записывала. У меня такое случается часто. А во-вторых, я не знаю, почему я не записала, какие спицы я использовала. Надо будет пересмотреть мои предыдущие видео. Здесь стартов и запасов, и влоги, и понять, какие же все-таки спицы я использовала. Вот так он тоже смотрится неплохо. Этот беретик, как и многие другие мои процессы, большинство из них, был перевязан. Он пережил перевязывание не 100%, а 99%, потому что я начала его вязать, убавляя... То есть я поделила на 5 клиньев и убавляла вот внутри этих клиньев. И в итоге у меня получилось, когда я уже даже довязала головной убор, я отрезала ниточку. Я его решила померить. Померить до ВТО. Я надела его на голову и увидела, что у меня на голове татарская тюбетейка. Я, на самом деле, наполовину татарка, поэтому я прекрасно знаю, как выглядит тюбетейка. И вот именно ее я и получила у себя на голове. Я, конечно, ужасно расстроилась, но что делать? Я распустила все до самой резинки. Резинка у меня связана набор... Итальянским набором. Полой резинкой два ряда провязана, затем резинка один на один. И дальше уже я распустила полностью до самой резинки и начала снова вязать, разделив берет на 8 кругов, на 8 частей. Круг разделила. И я прибавляла и убавляла петли не в одном месте, а как бы с разбивкой. Вот я в каждом ряду записывала, что я после такой-то петли делаю прибавку, после такой-то петли делаю прибавку, после такой-то... И точно так же убавки. Вот. И получилось, что у меня совершенно нету никаких клиньев. То есть он просто сплошной блин. Сплошной блин. Диаметр у него после ВТО 30 сантиметров. И я его сушила на большом блюде после стирки. И он, конечно же, мериносик мой вытягивается. Он вытянулся и стал вот таким вот... Мне очень нравится, на самом деле, результат. Я прям... Я люблю такие вещи. Он яркий и необычный. И... Я думаю, что мне идет. Вот. Связан это узор рис. Все, проберейтик. Нет, не все. Ушло у меня основного цвета 80 грамм. И фиолетового вот этого вот 30 грамм. 35. То есть все-таки получилось больше одного мотка. Если вязать из одного цвета, получается больше одного мотка используется. Ну, либо брать, да, два мотка разного цвета. Теперь все. Второй мой... Вторая моя готовая работа. Тоже маленькая. Тоже челлендж был для меня. И тоже в результате, в процессе этих стартов и запасов. Вот такая вот корзиночка. Корзиночка крючком. Крючком связана из пряжи Fox Yarn. Вот такая вот пряжа. Осталось у меня еще очень много этой пряжи. Пряжа мне не понравилась. Работать с ней было крайне сложно. Сложно не только потому, что я вязала эту корзиночку, в принципе, впервые узором ротанг. Без описания. И крючком 9 миллиметров. Такой огромнейшей дубиной. Так эта пряжа еще и очень сильно закручивается. То есть, когда ты вяжешь узором ротанг, твоя задача перекидывать через палец ниточку таким образом. Ниточку. Нитка это сложно назвать. Это на самом деле порезанная полоска интерлока. Вот она вот так выглядит. Вот она раскручивается. И это трикотаж. Тоненькая трикотажная пряжа. Сложенная в нечто неопределенное. Нужно перекладывать, прокладывать, когда вяжешь определенным образом, чтобы в узоре ротанг наружу не выходила задняя сторона ленты. То есть, видите, да, вот этот шнурок сзади, он имеет а-ля шовка, где края загибаются. И вот моя задача была в том, чтобы этих краев было не видно снаружи. Я с этой задачей справилась, но какой ценой? Кровью и потом. Потому что вот эта вот нитка, вот эта тряпочка, она загибается. Вот она вот идет, вот идет. Смотрите, видите, задняя стенка. Вот она идет, 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 идет. А потом бац, и она вдруг стала лицевой. Вот она. Вот. И вот она вот таким вот образом везде. То есть, она где-то скручена вообще по кругу просто спиралью. Где-то как, как косая бейка сложена. Эта косая бейка бесконечно перекручивается. Ну, в общем, очень-очень я намочилась. Больше одного ряда за раз вязать невозможно, потому что устает рука. Крючком 9 миллиметров, оторвать взгляд от того, что ты вяжешь, невозможно. Нужно все время сидеть, смотреть, работать с пряжей, чтобы она не перекручивалась. Но у меня получилось. Да, я сказала, что я работала без мастер-класса, но тем не менее, я использовала материалы девушки с ником Виланы Ярн. Я оставлю в инфобоксе на нее ссылку, безусловно. И мне очень помогла ее схема круга, которую она модифицировала. Схему круга крючком она модифицировала именно под узор ротанг. За что я очень благодарна. Вот. И я использовала это. У нее было в платном описании, которое я у нее когда-то давно купила, на сумочку, которая называется Александра. Такая кругленькая сумочка. Ну и вот. Корзинка моя весит 245 грамм. Такая увесистая. Я у нее сейчас показала. И все. Теперь она у меня покидает мой воркшоп и отправляется в гостиную, на барную стойку, чтобы в нее скидывалась вся мелочевка, кредитные карты, ключи, часы, кольцо, наличка. Все, что приносит на себе мой муж, когда приходит с улицы и скидывает на барную стойку. Все это будет скидываться теперь в эту корзинку. Он, кстати, очень полюбил ее. Он сказал, что она очень классная. Но, если честно, он сказал, что это лучшее, что ты связала в последнее время. Но у меня муж иногда бывает рисковат в своей любви. Вот. Дальше я хочу вам показать еще одну готовую работу, которая на самом деле вовсе даже не готовая работа, а которая такая многосерильная готовая работа. Я у Оли северное вязание увидела пасхальные яички вот такие вот. Она там привела схему. Я этой схемой воспользовалась. И думаю, сейчас я навяжу вот таких вот яичек из моей пряжи натурального окрашивания. И вот это вот кактус. Это пряжа окрашена кактусом. Это 75% супервож меринос, 25% полиамид. 400 метров на 100 грамм я вязала в две нити. Вязала в две нити. Мне хотелось, чтобы они были именно не такие ажурненькие, а чтобы они были поплотнее. Мне очень понравилась идея украсить дом таким образом. На самом деле Пасха уже скоро. Католическая Пасха 12 мая. Ой, марта. Апрель. Католическая Пасха 12 апреля. Православная 19 апреля. Если я не путаю. Я могу путать. Я все время путаю, когда какая пра Пасха. Но поскольку мы все сидим дома, и чтобы поднять друг другу настроение, люди прогуливаются по улицам. Улицы у нас пустые. Но тем не менее, люди с семьями выходят прогуляться, если есть хорошая погода на улице. И пошел такой флешмоб у нас на улицах. Люди украшают свое входную дверь. Либо окно, которое выходит на улицу. Одно из окон, которое выходит на улицу. Они красят. Я тоже хочу устроить сюрприз Элли. Приготовить краски, чтобы мы просто раскрасили в пасхальных цветах нашу входную дверь. Повесить украшения, которые я вам сейчас покажу. И люди ходят с семьями, с детишками. И это такой экхант. Есть традиция, когда для детишек рассыпают у нас в комьюнити. Такое происходит каждый год. По-моему, на 22 апреля было это назначено. Рассыпает наша организация, которая управляет нашим районом. Рассыпает яички с подарком. Ну, с конфетами, как правило. Иногда там бывают не конфеты, а какие-нибудь резиночка. Ну, какая-то мелочевка. И по гудку пожарной машины детишки бегут на это поле и собирают эти яички. Кто сколько собрал. Потом это все очень весело разбирается. В общем, очень здоровское такое мероприятие в нашем комьюнити. Она везде проходит, на самом деле. Не только у нас. Но в этом году, поскольку этого мероприятия, к сожалению, у детей не будет. Радости такой не лишены. Вот наша комьюнити решила устроить такой флешмоб. Такой экхант по домам. То есть люди ходят, смотрят, видят эти двери. Красиво украшенные в пасхальной тематике. И, ну, вроде как, яичко нашли. И я решила, что кроме яичек у меня начали вязаться зайчики. Вот такие вот. Я вам покажу зайчика из хлопка. Я в прошлом влоге, влог номер 11, показывала схему. Схему я нарисовала просто фломастером. Ну, вот. Просто фломастером нарисовала. Но я еще эту схему выложила в свой раввлрей. Тоже я оставлю ссылку в инфобоксе. Можно зайти. Оно бесплатно, естественно. Просто скачать PDF и навязать себе таких вот зайчиков. Яички есть у Оли. Северное вязание. Зайчики у меня. Можно найти. Вот либо влог, смотрите. Либо на раму скачать можно. Вот таких зайчиков я навязала. Это хлопок Alize Cotton Gold. 166 цвет. И это два зайчика из натуральной пряжи. То же самое. Пряжа натурального окрашивания. Вдвините 400 грамм. 400 метров на 100 грамм. Вязала я крючком номер 325. Вдвините. Это у меня авокадо. Пряжа покрашенная авокадо. Это пряжа покрашенная фиолетовыми цветочками и хризантемами. Я в очередной раз на всеуслышание заявила, что я развожусь с натуральным окрашиванием. Больше я с ним дружить не хочу. Но, в общем, я боюсь, что опять я его это окрашивание натуральное прощаю. Опять мы сходимся. Развода не случилось окончательного. И у меня уже есть идеи. Я хочу крокаде попробовать. Я уже опять насобирала мандариновые шкурки. Корки. В общем, не могу я бросить это дело. Я вам позже покажу еще. У меня тут есть целая корзинка в марте накрашенного натуральной пряжи. Эко-пряжи. Ну, ясно, сначала хочу закончить с моими готовыми работами и процессами вязаниями. А потом мы к пряже перейдем. Поэтому оставайтесь со мной и не уходите никуда. Дальше будет пряжа. Вот. Ну и последняя готовая работа марта. Работа, на самом деле, я тут немножко читинг у меня случился. Потому что эта работа в марте была еще процессом. На самом деле, я довязала второй носок 1 апреля. 2 апреля, соответственно, оно было уже заблокировано, высушено. Но, ну, то есть, можно считать, что это процесс. Я, конечно, в апрельских готовых работах показывать эти носки уже не буду. Но, да, потому что я первый носок еще, по-моему, в январе связала. Нет, в феврале. Ну, уж не настолько. Но, да. В феврале готовых работах за февраль это было процессом. Носок второй я вязала, ой, как долго. Но, слава богу, довязала. Пряжа это 75% супервош меренос, 25% полиамид. Пряжа покрашена градиентом. Красила градиентом я впервые носочную пряжу. И не учла тот момент, что на носки не нужно 50 грамм. То есть, весь моточек 100 грамм я покрасила, разделив нитку. В две нити я связала полотно на машинке круговой. Я связала это полотно и разделила его визуально на две части. Одну часть я красила оранжевым цветом, другую часть я красила чоколадным коричневым. И я не учла тот момент, конечно, что на носки 50 грамм будет очень много. В тот момент, когда носки начали превращаться в гольфы, чего мне совсем не хотелось, я... Тут у меня компьютер мне давал свет на лицо, судя по всему. Так лучше компьютер выключился, в режим спящий пришел. Прошу прощения. Так вот, когда мои носки начали превращаться в гольфы, я просто оторвала нить, которая только-только начинала становиться коричневого цвета, ну, шоколадного такого. И просто три ряда провязала вот этим шоколадным цветом. То есть, по идее, вот верх носков должен был быть вот таким. Носки эти связаны по платному описанию Тани Курочки. Тоже ссылку на ее инстаграм я оставлю, безусловно, в инфобоксе. Описание мне понравилось, могу его рекомендовать. Единственное, что мне еще... Уже не единственное, уже второе, что в этих носках у меня... Было для меня, скажем так, сюрпризом, то, что в описании два размера 37-38, 39-40. Так вот, я ношу 38-39 обувь, и мне бы стоило вязать, наверное, 37-38 размер для себя. Но я начала вязать 39-40, подумала больше, не меньше. И они мне не то чтобы великоваты, но слабоваты, скажем так. Они сидят на мне слабо. Я понимаю, что это прямой путь к изнашиванию очень быстрому. Носки очень красивые, прям очень красивые. Мне очень нравятся. Но вот чуть-чуть великоваты мне в итоге. И я эти носки отложу. Я отвезу их в Ижевск к своей сестре, когда в следующий раз поеду на малую родину. И я надеюсь, это будет скоро. Кто знает, когда все это закончится, дурдом в мире. Но носки поедут моей сестре. Я надеюсь, она будет их носить с удовольствием зимними вечерами. Может быть, лежа на диване, а может быть, на работу. Не знаю. Но в итоге осталось у меня... Сейчас я найду свой моточек шоколадный. Осталось у меня 20 грамм. Теперь... То есть весь шоколад вот здесь остался. И теперь, если я крашу носочную пряжу градиентом, я, конечно, уже умнее стала. И пряжу я беру не 100 грамм, 50-граммовые моточки, а я беру, делю ее по 40 грамм. То есть у меня на каждую носочку красится по 40 грамм. И я крашу 80 всего лишь в полотно под покраску вывязываю. Вот такие носочки. Пряжа 400 метров на 100 грамм. Вязала на спицах 2,25. Резинку потом уже где-то вот здесь, где расширение идет, перешла на 2,50. Закрыла 3 ряда резинки. Все. Сидит свободновато. На мне. А сестре будет хорошо. Все, носочки я убираю, слава богу. Я их связала. Наконец-то. Очень долго я махала перед вами этими носками. Но у меня есть еще долгострой, который я хочу вам показать. Поэтому давайте перейдем к моим процессам. Марта. И самый страшный, самый долгий долгострой. Давайте я вам покажу. Вот такой вот джемпер моему ребенку старшему. Это джемпер. Сверху круглая кокетка с жаккардом, как вы видите. Вяжется по описанию Drops Design. Вяжется из перуанской шерсти Бирока. Ультравул. Это 200 метров на 100 грамм. Стопроцентная шерсть. Не супер-бош. Вот. Сдирать в машине нельзя. Я в марте закончила тело. Вот эта вот полосочка жаккарда. И я привела в этоу, потому что дальше я хочу продолжить планкой. Я буду продолжить планкой и уже потом перейду на рукава. Вяжу спицами 4,5. Дочери очень нравится. Но, конечно, это уже все не к спеху. Процесс этот я начала еще в ноябре. В процессе у меня начались какие-то бесконечные марафоны и совместные проекты. Поэтому этот кардиган, он отложился. К тому же, я его вяжу на размер больше. Это 9-10 лет. Дочери моей еще 8. И через 2 недели 9. Но в любом случае носить он это будет в следующем сезоне. Поэтому я с этим процессом не спешу и себя за такой долгий процесс не ругаю. Я себе его простила заранее. Вот. Поэтому процесс будет дальше лежать, ждать своего часа. Еще один процесс, который тоже будет ждать своего часа, судя по всему, это шапка. Шапка. Шапку я тоже вяжу для Элли, для своей старшей дочери. Вот в таком состоянии мой процесс. Тоже перевязывался очень стрессовый процесс. Был перевязывался 100-500 раз из этой пряжи и из другой пряжи. ту распускала два раза под ноль, эту уже распускала один раз. Но я надеюсь, что все, это был последний раз. Вяжу вот такую же шапку. Это шапка моей младшей дочки Мии, и я вяжу ее сестре старшей вот такую же шапку. Тоже здесь резинка один на один, полая резинка. Тоже здесь полая резинка, итальянский набор, соответственно. И дальше вяжу вот такими цветными цветным узором, и это будет описание. Это будет описание когда-нибудь. Я его обещала еще в феврале, потому что после того, как я связала вот эту шапочку, у меня пошли запросы на описание, и я просто не совсем довольна этой моделью. Мне кажется, здесь и резиночка не очень хорошо, и сама вязка мне кажется не очень удачная. Но, в общем, я решила, что я доработаю эту модель вот в этой шапочке и выпущу описание, которым я смогу гордиться. Поэтому шапочка будет вязаться постепенно, 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 когда-нибудь свяжется. Вяжу я ее из вот такого вот сирдар снагли. Это смесовка. Смесовка 50 грамм 130 метров и здесь здесь я уже сейчас найду вам 57 процентов шерсть, 33 процента акрил и 10 процентов кашемир. Вот такая пряжа и вот шапочка будет повторять полностью всю вот эту вот цветовую гамму и паттерн этого цвета будет повторять. Еще одна шапочка, которая тоже в процессе. Это вот такая шапка косами, которую я тоже вижу младшей дочке и с пряжей градиентом. Очередной распуск. Вот серьезно, друзья, я не знаю. У меня а нет, эту пряжу, эту шапку я не распускала. Я ее не распускала, я набрала 96 петель, спицы 3,5 я вязала отворот, резиночку. Сейчас я вяжу пятеркой, да, пятеркой. И у меня случился вот после первого перекрещивания косы у меня случился психологический бзик, и я подумала, что опять маленькая. Сняла крючком на, закрыла крючком петли и постирала. Померила, сидит идеально на моего ребенка померила. Сидела прекрасно, как всегда, меринос чуть-чуть растянулся. И здесь челлендж в этой шапке был в том, что я красила пряжу градиентом, это 100 грамм, 100 граммовый моточек, опять же, 200 метров на 100 грамм, супер вошь меринос стопроцентный. И когда я красила это полотно, я разделила не на половину, половину стальным вот этим цветом, а половину розовым, вот розовым, а я на серый цвет оставила чуть-чуть больше. Так, это у меня ниточка середина, начало ряда отмечает. Так, поверну передом. То есть, моя задача была в том, чтобы полностью вся резинка была стального цвета и после отворота еще выходил серый цвет до начала градиента. Я с этой задачей справилась. Как вы видите, цвет, который выходит из резинки, он ровно такого же цвета, как наборный край получился. Сделала фиксированный отворот. Понимаю, что рискую, рискую тем, что может мне 100 грамм не хватить. А вот у меня уже начался розовый цвет, полетно-розовенький. Давайте я взвешу, сколько у меня осталось розового цвета. 30 грамм. Вот здесь у меня осталось 30 грамм, то есть 70 я уже связала. Друзья, мне не хватит. Я все равно буду вязать. Если мне не хватит, значит, это будет шапка не с помпоном, а с дыркой сверху, чтобы можно было хвост протягивать. Вот так. Позитив. Да, потому что шапка на самом деле она не зимняя. Как я говорила, зимние шапки нам не особо нужны. Нам нужны осенние. Ну вот 30 грамм. Вот настолько, наверное, мне хватит. а потом нужно будет что-то придумывать. Ну, или можно будет докрасить розовую краску, она у меня еще осталась в баночке, розовую пряжу, отмотать грамм 20 и покрасить. Да? Поярче, чтобы было еще ярче. Хорошо. Что-нибудь придумаем, короче говоря. это тоже мой, это мой последний шестой старт в 10 стартов из запасов в проекте. А пятым моим стартом был джемпер Seaside Watcher, по которому у меня идет совместное вязание, к которому я приглашаю вас присоединиться. Это джемпер по описанию опять же Drops Design. вяжется он, по крайней мере, у меня так же как в оригинале из Drops Air цвета 24 Pink. Вот он такой, такая спинка. Спинку я довязала. Я ее решила провести ей вот ума, потому что мне показалось маловато пройма. Пройма мне по-прежнему кажется маловатой. Будем смотреть дальше. Сняла петли я опять же на дополнительную нить. Ничего не закрывала плечевые швы. Именно потому что пройма меня немножко смущает. Вяжу я размер M. Очень сомневалась M или S не вязать. Похоже я опять же совершила ошибку. Но посмотрим. Так вот, я когда замочила, у меня есть средства для мытья, для стирки шерсти, шерстяных изделий. И там на баночке написано, что можно замочить на 15 минут и просто выжать, достать из воды, отжать тихонечко и можно не споласкивать. Вот я оставила эту штучку, спинку в этой воде и забыла про нее. Вот. Забыла про нее и после того, как я про нее вспомнила, я подумала, почему бы мне не посмотреть уход, рекомендации по уходу на моточке после того, как уже все сделал. Я посмотрела. На самом деле, я думала, отжать ли мне ее в машинке. И решила поэтому посмотреть. Ну, а там, конечно же, черным по белому написано, что замачивать готовое изделие из этой пряжи нельзя. Вот. Ну, я не знаю, следующую деталь я замачивать не буду. Посмотрю, какая разница. Я не думаю, что что-то с ней случилось. Она мягкая, она нормальная, она не села. Но в порядке эксперимента посмотрим, что будет с другими деталями, которые я буду стирать без замачивания. Это мой еще один процесс. А вы знаете, процессов у меня больше нет. Процессы мои закончились, и оказывается, готовых работ у меня все-таки больше в этом месяце, что не может не радовать, даже несмотря на мой совместный проект 10 стартов без запасов. про Сайдвотчер сказала, если вы хотите связать этот джемпер вместе с нами, у нас есть чат в Телеграме, напишите мне в Инстаграме, присоединяйтесь, будем вместе вязать вместе, просто веселее. Вяжем мы его будем вязать все лето, до 20 сентября, 20 сентября мы все в своих сайдвотчерах устраиваем мини-флешмоб в Инстаграме, с фотографиями, выкладываем фотографии в этих джемперах, связанных. То есть, до 20 сентября в любой момент, на самом деле, джемпер на спицах рекомендованных 5,5 вяжется, конечно, очень быстро, я вяжу дольше, потому что я еще, как помимо всего прочего, еще снимаю по петельным мастер-класс, который выложил, когда он будет готов. Соответственно, связать его можно вот буквально за неделю, поэтому в любой момент присоединяйтесь и будем вязать вместе. Вместе веселее, вместе интереснее, вместе быстрее и приятнее. Давайте перейдем к пряже. Перейдем к пряже, во-первых, я покрасила опять же вот эти вот апельсиново-шоколадные носки, только на этот раз здесь уже две пасмочки по 40 грамм. Как я сказала, я стала умнее, поэтому носки будут вязаться, вот если эти носки связать из этой пряжи, то оно будет, переход будет где-то вот здесь и тут будет шоколад, здесь будет оранж и будет прям самое оно. Ну, либо наоборот, смотря как вязать, как скрутить в кейки или в клубочке. Пряжа красилась на подарок, но вот в связи с этой ситуацией подарок не случился, отправлять куда-то за океан страшновато, поэтому пряжа будет лежать у меня, ждать своего часа, у меня на нее планов, вязать из нее нет. Пока и вряд ли, наверное, когда-нибудь случится. А еще хочу вам показать вот такой вот хлопок, который я красила опять же в рамках марафона «Красим пряжу вместе», которую проводит Лена Yard Dye Together. Я из нее еще ничего не вязала, очень хочется, но пока вот как-то не дошли руки. На самом деле крючка в этом месяце у меня было достаточно много. Я думаю, что я из него хочу связать шляпку младшей дочки, у нее нет панамки еще, сестринские панамки еще великоваты. Вот, это наполовину секционное окрашивание, наполовину крапушки. Давайте я разверну. Вот, красила я эту пряжу, это тоже интерлок ручного производства, покупала я его на Итси, не знаю, видно вам или нет. Ну, он совершенно, тут, конечно, никакого ротанга из него не получится, потому что нитка вот она вот такая, она вся крошится, сыпется, неаккуратная, разной толщины, разной, грубоватая. ну, вот самый раз на корзиночку, ну, либо на шляпку, я попробую все-таки шляпку, посмотрю, что получится. Вот такая пасма, здесь 100 грамм, соответственно, метраж, я не знаю. Ну, а большая часть марта в плане пряжи для меня прошла под девизом натуральное окрашивание, с которым я разводилась уже не раз, во всеуслышание кричала, что больше я этого не делаю, притом снова бралась, снова красила, снова разочаровывалась, снова бралась. В общем, вот тут вот у меня мои пасмочки, я уже неоднократно их показывала во влогах, наверное, да, во влогах. Вот, красила я в основном носочную пряжу. Или я показывала вам в готовых работах? Нет, не могла. Красила в основном носочную пряжу. Давайте я покажу всю носочку. Вот это вот вы видели моего зайчика желтенького. Это хризантемы фиолетовые. Это я красила по 20 грамм носочную пряжу. Вот это вот кактус зеленый. Вот это вот авокадо зеленое. А, это коричневый, это косточки авокадо. Вот это вот клубника. клубника или свекла. это гриппфрут. Это гриппфрут. А это свекла. Так, опять у меня выключился компьютер, перешел в спящий режим. Это клубника. Вот. Да, она грязноватая. Она самая грязная из этих оттенков. Вообще ужасное разочарование клубника. Это свекла. Это гриппфрут. вот. Ну, понятно, да, почему я обижаюсь на натуральное окрашивание. Каждый раз вожусь и клянуть, что я больше не буду этого делать. Вот это у меня аран. Здесь по-моему 140 грамм на 100 метров. 170 ярдов, да, это 140 грамм на 100 метров. 134. Ну, что-то такое. 170 ярдов в общем на 100 метров. И у меня разные цвета. Я из этого буду вязать. У меня уже есть проект, который я хочу из него вязать. Не буду вам говорить. Оставлю такую интригу. это авокадо. Вот это тоже авокадо розовенький. Очень красивый такой цвет. Бежево-розовый. Даже не знаю. Вроде как не пыльная роза, а вот что-то такое. Очень сложный, красивый розовый оттенок. У вас он немножко желтит. Очень жаль. Вот это вот, по-моему, тоже хризантемы. Да. это фиолетовые цветочки. Это тоже цветочки. Другие тоже фиолетовые. Это розмарин. Розмарин зеленый вместе с веточками. То есть, вот, авокадо, розмарин и цветочки. Вот. Ничего другого мне не удалось получить. Ни зеленого, ни коричневого, ничего. Вот. Но я уже все, я уже уже крокодетом приспосабливать начала. Я буду все-таки красить дальше. Я понимаю, что это моя слабохарактерность. Но вот что поделаешь, я слабая женщина. Вот мои натуральные покраши, покраши цеши. Это эко-окрашивание. Интересная тема. Но я вот продолжаю разочаровываться. Потом опять прощать эту пряжу, опять разочаровываться. Наверное, когда-нибудь это все-таки закончится. Не знаю. Все. Пожалуй, это все мои процессы и готовые работы в этом месяце. Возможно, я что-то забыла, упустила или да, у меня была очень красивая пряжа, которую я красила. Это сет... Я сейчас найду фотографию, вам покажу. У меня этой пряжи уже нет. К счастью, потому что эта пряжа уехала в подарок и забегая чуть-чуть вперед и разжигая интригу, вы об этой пряже еще услышите рано или поздно. И... О, боже, я все-таки я рассказала. Вот. Я супер эксайдит на самом деле. Когда получатель получит эту пряжу. Вот. Меня очень радует. Я очень люблю делать подарки. И сейчас на самом деле, друзья, такое сложное время. И очень многие могут чувствовать себя безусловно подавленными, уставшими, раздраженными вне неопределенности, стресс, раздражение от того, что нет возможности выйти, сменить обстановку. Я просто хочу вас призвать, мои дорогие, к спокойствию, к тому, что поймите, понять, что не вы одни в этом состоянии, в состоянии неопределенности, тревоги, беспокойства за своих родных и близких. И все сейчас в страшном стрессе. Поэтому сейчас то самое время, когда мы можем и должны отнестись друг к другу, к своим домашним, относиться с большей любовью, с большим вниманием, стараться не раздражаться к окружающим. Если вы пошли в магазин, стоите в очереди и кто-то вдруг начал, не знаю, на пустом месте скандалить, раздражаться, выражать свой негатив, просто поймите, что этот человек в том же самом стрессе, в том же самом состоянии неопределенности и беспокойства, в котором и вы, и все остальные. И сейчас самое время стать немножко добрее, умнее и чувствительнее по отношению к своим близким, к своим соседям, к людям на улице проходящим. Давайте друг друга поддерживать и спасем мир, давайте спасать наш мир, скоро это закончится и мир уже не будет таким, как прежде, но он будет лучше. Поэтому я в этом абсолютно уверена. Желаю вам оставаться в здравом уме, в спокойствии и в хорошем настроении. Давайте вязать, радовать друг друга, вдохновлять и встретимся с вами в комментариях. Буду благодарна за лайк, не забудьте подписаться на мой канал. Я увижу вас совсем скоро в наших влогах и во всех видео, которые у нас впереди. Спасибо, что были со мной, достаточно длинное видео получилось. Я вас всех целую, посылаю вам свой позитив, свое настроение хорошее и увидимся очень скоро. Пока. Пока.